Привет! В этом видеоуроке мы научимся отбрасывать монстров назад при ударах, а также улучшим систему атаки. Также заходите на сайт itproger.com, ссылка на данный урок на сайте будет в описании к видео. Здесь вы найдете домашние задания, готовый материал и много другой полезной информации. Ссылка в описании. Первым делом мы давайте создадим отталкивание монстров при нанесении ударов по ним. Соответственно, мы заходим в Object Damage и здесь мы заходим в Object Parent. Ну, то есть в Collision, Object Parent, то, что мы с вами создавали в предыдущем видеоуроке. Здесь, когда мы будем наносить урон и отнимать жизни у наших монстров, мы, ну или у игрока, потому что это такой общий объект как для игрока, так и для монстров. Вот, ну в нашем случае пускай с монстрами это будет. Так вот, при нанесении урона для наших монстров мы также будем добавлять к ним отталкивающий эффект. Это очень поможет разукрасить нашу игру, потому что это давает такой эффект реалистичности, а, соответственно, это стоит сделать. Первым делом мы создадим с вами локальную переменную, которая будет называться Dire Direction, то есть направление. Это направление, в котором стоит применить силу и оттолкнуть нашего персонажа. Например, этот Direction может быть вверх и влево, или вниз и вправо и так далее. Значит, что мы здесь делаем? Мы используем встроенную функцию, которая называется Point Direction, и в нее необходимо передать 4 параметра. Эти 4 параметра это координаты данного объекта, а также объекта, с которым мы хотим посчитать, ну получается, вот это вот направление. В нашем случае это x, y данного объекта, объекта Object Damage, а также объекта, с которым мы будем соприкасаться. Это у нас Other.x и Other.y. Таким образом высчитается направление, в котором стоит применить силу. Силу мы еще с вами не рассчитывали. Это просто направление, например, вверх и вправо, как я это уже говорил. Теперь мы применяем, получается, силы по координате x и по координате y. Мы таких назовем, мы давайте их назовем xForce. Вот. И да, пускай для начала просто xForce. И, соответственно, какую здесь мы используем с вами функцию? Она опять-таки встроенная, она называется LengthDirX и LengthDirY. Вот. Для обеих координат. Сюда мы передаем с вами вот что. Мы передаем силу, с которой мы должны оттолкнуть нашего персонажа. В нашем случае это, давайте я даже вспомню, как я называл, это вот это KeyB, Knockback, которую я так зашифровал. И мы ее как раз сюда передаем. Это KeyB, а также направление, в котором стоит просто толкнуть нашего игрока. Это для координаты x и точно то же самое мы применяем для координаты y. Только здесь я назову yForce. Здесь, соответственно, уже функция LengthDirY, а ее содержимое остается таким же. KeyB и через запятую Dir. Далее, нам необходимо применять, получается, вот это вот, применять эту отталкивающую силу для нашего второго персонажа. То есть, не для Object Damage ее применять, а для персонажа, с которым мы соприкоснулись. В нашем случае, например, если игрок это ударил, если игрок наносит урон, то другим игроком, другим персонажем будет Object Enemy. И к нему как раз и необходимо применять эту силу. Все, что применяется к другим скриптам, другим персонажам. То есть, например, мы работаем в объекте Object Damage, но при этом я хочу применить силы, применить вообще какие-либо скрипты к Object Enemy. Все, что применяется к другим скриптам вне данного объекта, необходимо записывать в такой конструкции, как this, и дальше здесь мы указываем other, и дальше вот такие вот фигурные скобки. Теперь все, что здесь будет записано, будет исполняться, будет компилироваться, ну, нет, исполняться в, получается, других скриптах другого объекта. Например, не в объекте Object Damage, а, например, в объекте Object Enemy. Значит, что мы здесь прописываем? Я хочу просто толкнуть другой объект, с которым соприкоснулись, вот этот вот наш other объект, как раз я его хочу оттолкнуть. Значит, я для него прописываю следующее. Physics, дальше мы Apply Impulse, используем такую вот функцию. И сюда мы просто передаем координаты x, y, причем это координаты не Object Damage, а это координаты нашего объекта, с которым мы соприкоснулись. Опять-таки, если этот объект будет монстром, то это его координаты как раз будут. То есть, это то, где он сейчас находится, поэтому мы их сюда передаем x, y. Дальше мы передаем, получается, xForce и yForce, то есть это, получается, наш импульс по двум координатам, по координате x и по координате y. Здесь уже как раз мы используем наши вот эти вот переменные локальные, это xForce, yForce. И после этого у нас все должно с вами сработать, поэтому давайте мы это запустим и проверим, как это все работает. Итак, подходим к нашему монстру и пробуем его ударить. Мы видим, что монстр отлетает, ну, вернее, вот сейчас мы это не совсем смогли заметить, пускай немножечко к нам ближе подойдет. Вот, подходи, секундочка, вот, и теперь мы его попробуем ударить, мы видим, что монстр улетает уж прям слишком далеко. Это обусловлено тем, что у монстра очень маленькая масса, и мы ее просто увеличим с вами, и таким образом он будет отлетать не слишком далеко. Ну, а с этим скриптом, я думаю, тут все понятно. Мы просто взяли направление, мы применили определенные силы по двум координатам и применили их к другому объекту, с которым мы соприкоснулись. Вот и все, здесь все достаточно просто. И теперь зададим отталкивание не таким большим. Для этого мы заходим в Object Enemy, и здесь заходим в Physics. Здесь же у нас есть такая штучка, как Linear Damping. Я изначально говорил, что мы увеличим массу, но давайте лучше мы не так сделаем. Мы не будем увеличивать массу, а мы сделаем скольжение по, например, траве, просто по нашей комнате. Мы сделаем это скольжение не таким легким. Ну, так я это назову, да? То есть у нас было 0.1, а мы поставим, например, как 5 или, например, как 4. Ну, пускай, например, 4 будет. И то же самое мы сделаем для Object Player. Не для Object Poll, для Object Player. Здесь мы укажем Linear Damping, ну, пускай даже будет 5 у нас здесь. Все-таки это наш игрок, у него пускай будет даже посильнее этот эффект, вот это скольжение. Таким образом, у нас уже будет отталкивание совсем другим. Давайте попробуем. Идем к нашему монстру и пробуем его ударить. Итак, мы ударяем его, и мы видим, что эффект намного уменьшился, но при этом он, ну, прям слишком уж какой-то теперь маленький, что ли, стал. Давайте мы, наверное, сделаем так, чтобы наш Object Enemy, у него Physics, было пускай равно, ну, 3 или, возможно, 2.5. Вот. Но вообще это вы сами можете поиграться и настроить идеально, как вам понравится. Я, например, оставлю как 2.5, а для Object Player как 5 просто. Еще раз попробуем, подходим к монстру, нажимаем, и мы видим, что он отлетает. Отлетает достаточно недалеко, и это, на самом деле, то расстояние, которое мне как раз подходит. Поэтому я все оставлю так, как вот в данный момент есть. Ну и все. Все, что нам осталось сделать, так это просто, опять-таки, открыть Object Damage и сделать так, чтобы вот этот наш спрайт не был виден. Это сделать невероятно просто. Все, что вам необходимо сделать, это нажать на галочку Visible, сделать, чтобы этой галочки не было. И все, сохранить проект и запустить его снова. Теперь мы можем наносить урон по нашим монстрам, при этом не видно никаких вот этих вот черных пятен, и это достаточно здорово. То есть мы подходим к монстру, мы его уничтожаем, и это все отлично. Да, не хватает еще немножечко анимации, то есть, например, когда вот я вот сейчас нажал И, ничего не произошло, не хватает немного анимации, но по сути, эта же анимация добавляется точно так же, как вот мы, например, добавили анимацию при хождении. Просто теперь эта новая будет анимация, когда мы нажимаем на И, мы добавляем, получается, анимацию удара нашего игрока. И это достаточно просто уже сделать, это даже вы можете уже самостоятельно проделать. Главное, мы с вами создали основной объект Object Damage, который будет у нас также участвовать в ударах нашего игрока. То есть, когда мы нашими монстриками будем ударять нашего игрока, этот же объект мы будем там же использовать. Вот, и мы создали весь функционал, который необходим для того, чтобы осуществлять удары по различным объектам, по различным живым объектам. Ну и плюс уничтожать врагов, а также вообще нашего главного игрока. На этом наш видеоурок можно закончить, он был действительно не маленьким, а по сравнению, учитывая то, что он вообще разбит на два, то вообще гигантским. И на этом все, подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте, переходите на сайт itproger.com, все ссылки будут в описании к видео. До скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok